всем привет с вами банок скажите пожалуйста ждете ли вы крупных модификаций для монолорда ну таких вот уровня пиндора last days и тому подобных то есть у которых есть полномасштабный полностью измененный игровой процесс с кучей нюансов с кучей доработок игрового процесса с уникальным миром и тому подобном собственно сегодня готов вам представить ну если не полноценный аналог таких вот проектов то по крайней мере прототип который может показать вам свой потенциал продемонстрировать возможности грядущего крупного мода ну и в принципе в него уже сейчас можно поиграть то есть сейчас он уже насыщен различными элементами которые представляют большой интерес для игроков речь о моде под названием the land of sika за авторством blue wind этот проект позиционируется как сюжетный фантастический проект фантастические мод с полностью доработанными измененными фракциями с со своим игровым процессом и тому подобным и это не просто громкие слова не просто обещание сделать что-то в будущем это уже текущие наработки которые показывают нам что его автор взялся за свой проект серьезно и может работать с игрой на полном уровне без всяких костылей без каких-то там но ну то есть когда у нас просто качается мод ты его активируешь запускаешь и получаешь уже все то что я сегодня опишу а это на самом деле как раз тот уровень который достаточно давно жду да были конечно и другие моды в которых у нас тоже проявлялся потенциал например old realms но old realms это пока что именно что такой скелетик на которой чуть-чуть потихонечку навязывается контент а в land of sik у нас уже есть большая порция сделанных вещей пускай не все они доведены до ума не все они отточены но они действительно присутствуют и так что же все-таки за land of sik такой это по сути фантастическая страна которая была придумана его автором новая глобальная карта новые полностью фракции новый сеттинг в целом по своему внешнему виду этих самых фракций они чем-то похожи на реальные прототипы то здесь есть допустим китайская фракция которая похожа на империи какие-то мень есть местные викинги и тому подобное все у нас здесь есть 8 фракций также есть несколько отдельных кланов например империя зла или бандиты и бандитов здесь кстати играет вообще очень много различных видов и здесь я думаю что игрок будет рад видеть большое разнообразие как в плане сложности так и в плане в принципе самого внешнего вида этих самых юнитов ну и в принципе можно по новой карте попутешествовать погулять хотя на мой взгляд она получилась пока что довольно примитивной то есть она не такая серьезно проработана даже как кальрадия стандартная в бандилорде не говоря уж о том же оу три амс и здесь есть некие грубые элементы и здесь и такие вот вещи которые ну просто скажем так кажутся не слишком поработанными кое-как города насованы кое-как ландшафт сделан но я думаю что в будущем все будет улучшаться дорабатываться ну а пока что просто можно на долине полюбоваться новым континентом ну само собой новый вид героев персонажи новый вид юнитов различные вариации веток этих самых юнитов которые представлены у каждой фракции это все также прорабатывается уже сделано достаточно серьезная работа хотя на самом деле если так вот говорите не все юниты здесь совершенно новые ездить в принципе просто небольшие изменения стандартных юнитов которые просто на свой лад разработчиками были переделаны то есть стандартные модели стандартные скажем так подходы но чуть-чуть изменен внешний вид и другие названия ну то есть в принципе здесь вы просто будете угадывать нативные модели но на свой лад и в принципе не так плохо потому что совсем если уж ударяться в большое количество новых предметов то мод станет опять же таким же тяжеловесным как и многие другие аналогичные проекты здесь пока что наблюдается баланс то есть не так сильно этот мод лагает и можно в него играть более-менее полноценно не вылетает он чувствует себя вполне себе адекватно хотя на мой взгляд как мне кажется в будущем еще будет разработчик новые модели добавлять но прям основного упора на это не делается основной упор делается на другие вещи и в первую очередь это конечно же сюжетная часть и тут я думаю что вы со мной согласитесь если скажу что land of seek в этом плане это первопроходец потому что именно сюжетно составляющий пока что в модах для бандлорда не было а здесь у нас угадываются элементы которые мы наблюдали еще в варбанде в сюжетах вот для варбанда со всякими диалогами всплывающими надписями различными сценками и тому подобным в общем все то что некоторые любят именно варбанде и этот элемент здесь также полноценно уже раскрыты имеются здесь свои сюжетные линии свои задачи то есть не просто набор квестов а это именно что различные события сюжета и эти самые сюжеты они в этом моде разворачиваются ты через них идешь они кстати говоря довольно неплохо проработана в плане баланса здесь нет такого подхода когда ты знаешь заходишь выполняешь первопроходящий квест а потом тебе говорится набери 200 юнитов победить несогрушимую армию и здесь все постепенно идет здесь сюжет раскалывается несколько отдельных элементов на несколько веток которые должен пройти например есть ветка связана с местными рабами которых ты должен освободить и есть здесь ветка про глобальные события про спасение местного мира ну само собой есть здесь куча персонажей с которыми ты будешь общаться диалогов здесь достаточно много и само собой они пока что присутствуют только на английском языке и тем кто с английским не владеет это будет не очень приятная новость потому что понятное дело что будет сложно ему ориентироваться сложно понимать что происходит но в будущем возможно появится русификатора и жизнь станет попроще пока что же в этом плане конечно мод будет сложноват но если наоборот владеете языком то вы порадуетесь хорошей проработки диалогов интересными всякими нюансами связанными с раскрытием лора данного мира в общем в этом плане я считаю что land of seek уже также имеет достаточно серьезный потенциал про что еще данный мод ну например здесь по сюжету можно основать собственный город причем не в каких-то там заранее заданных местах а просто находишь нравишься тебе место на карте нажимаешь специальную кнопку и на этом месте появляется твой собственный город твой собственного поселения дальнейшем ты его можешь развивать новые постройки делать сможешь добывать ресурсы которые вкладываются в этот город это конечно несколько такой гриндовый элемент и тебе придется подзапариться чтобы набрать нужное количество ресурсов ну или дождаться потому что сам город тоже эти самые ресурсы производят но в принципе этот элемент он тоже показывает возможности данного мода хотя пока что какой-то особенной экономики здесь нет каких-то сложностей в плане менеджмента тоже не присутствует здесь не нужно сводить дебет с кредитом следить за тем чтобы у тебя количество населения не слишком сильно превышало необходимо чтобы допустим она не начала голодать и тому подобное но в принципе в будущем это все можно будет сделать пока что же это такой скелетик на который уже будет навязываться другие дополнительные элементы ну и в принципе сам скелетчик по себе он тоже уже довольно неплохо и заслуживает уважение потому что эта реализация как раз требует на мой взгляд достаточно серьезно работа с кодом и именно работа серьезно с кодом многие моды пока что не демонстрирует то есть есть у нас многие проекты со своей глобалкой проекты которые занимаются изменением фракции но вот именно что такие вот элементы они пока что только-только начали появляться был лорде и land of seek в этом плане на самом деле показывает нам очень хорошие результаты как рассказал как раз он поэтому и является первым проходцем в этом плане может здесь также создавать собственно линейки войска на манера собственно собственной фракции собственного поселения имеются здесь различные случайные события исследования особых мест различные дополнительные места на карте в том числе и различные подземелья которые тебе нужно будет исследовать и получать ценный лут за это расширенная система крафта множество новых особых сцен в общем в этом плане я считаю что мод опять же демонстрирует различные элементы они тоже еще не сильно развиты только-только начали появляться даже в этом плане уже на мой взгляд разработчик показывает перспективы развития перспективы того что в будущем этот мод покажет еще больше и в этом плане я считаю что это даже замечательно потому что если в других проектах ты ожидаешь составляющие контента связаны с предметами экипировки со сценами с глобалкой то есть развитие такое вот скорее количественное то land of sq он в принципе может развиваться качественно и он все еще будет при этом оставаться хорошим модом то есть без кучи новых предметов без серьезно прям доработанной глобальной карты хотя конечно хотелось бы без каких-то особенных элементов связанных с разнообразием фракций вот именно что игровой момент игровая составляющий который как раз в этом плане и является первоочередным взглядом в развитии данного мода и это все в будущем нам наверное выльется в очень интересный мод если конечно его разработчик продолжит свою разработку а я думаю что все таки продолжит потому что он уже очень многое опубликовал а это значит что работу оплевную провел и забрасывать уже сейчас вот ему будет не очень интересно если конечно не случится какого-то форс-мажора очень рекомендую попробовать мод доступен для версии блорд 180 если говорить о моменте записи данного видеоролика и весит он чуть менее 1 гигабайта в общем я ниженьких оснований чтобы его не попробовать ну а с вами был ванну спасибо за просмотр данного видеоролика не забывайте подписываться на мой канал и оставить комментарии и всем удачи